Заметки электрика Линейное напряжение 380 В В течении 30 минут я продержал реле под этим напряжением И оно достойно выдержало испытание Хотя даже на официальном сайте у него было указано максимальное напряжение всего лишь 300 В И вот собственно у меня появилась идея проверить подобным образом большинство однофазных реле напряжений Которые есть у нас на рынке Дело в том, что многие производители однофазных реле смело заявляют и указывают максимальное выдерживаемое напряжение Всего 275 или 300 В, не больше Но почему-то не все учитывают и понимают тот факт, что при аварии обрыва нуля в трехвазной сети К реле может приложиться линейное напряжение сети 400 В и даже чуть больше Да, безусловно, есть производители исключения, такие как Меандр, Новотекали, которые всю эту ситуацию знают И соответственно в технических характеристиках указывают там максимальное напряжение 420-460 В, даже все 500 В Таким образом, после проведенных испытаний, после проведенной серии вот этих экспериментов Вы будете знать, какое реле достойно установки, а какое нет Итак, поехали! А начну я с однофазных реле, которые у меня есть в наличии А в наличии у меня на данный момент у меня оказалось однофазное реле напряжение РВ-5А от ЕКФ Кстати, в одном из видео я уже вам рассказывал про аналогичное реле напряжение РВ-32А Ну вот это РВ-5А это то же самое, только оно имеет номинальный ток 5 А, а РВ-32А соответственно номинальный ток 32 А И оно подключается в схему напрямую, без каких-либо контакторов А реле РВ-5А соответственно подключается уже с помощью контакторов Если нагрузка, естественно, превышает 5 А Кстати, данное реле очень похоже на реле ОРВ-02 Вот и ЕКФ Вот сами смотрите, прям как братья-близнецы Но брат-близнец испытание выдержал Ну а мы теперь посмотрим, как справиться с поставленной задачей РВ-5А В паспорте на реле РВ-5А указана лишь максимальная уставка срабатывания реле Это 275 Вольт Ни слова про максимальное напряжение, которое может выдержать реле Так сказать, при котором оно сохранит свою работоспособность А вот я сейчас сам это и проверю Сохранит ли данное реле свою работоспособность при напряжении 400 Вольт В общем, что подключил реле Вот у нас фаза 0 То есть сюда подключается питающее напряжение Показываю, что устройство исправно и работает Вот, 221 Вольт Все, видите, устройство работает Горит индикатор РТ, желтая, светодиодик Устройство в исправном состоянии Уставка на превышение сейчас в данный момент установлена на 275 Вольт А на минимального напряжения 215 Вольт Ну, давайте минимальное сделаем пониже Сделаю минимальное на 100-185 Вольт Пусть будет так И выдержка сейчас стоит 10 секунд Мы сделаем самую минимальную 0,1 секунду Теперь я снижу напряжение до 185 Вольт Оп! Видите, реле сработало То есть горит светодиод, напряжение снизилось Желтый светодиод погас И вот, видите, напряжение 184,6 Вольта Отлично Теперь я подниму напряжение обратно Так, и теперь сделаем 275 Вольт 250, 260 Оп! Вот, загорелся светодиод, напряжение превышено То есть вот, 275 Вольт 276 даже Ну вот, в принципе, и все Это так, вкратце, о принципе работы А теперь увеличим напряжение на выводах реле до 400 Вольт И посмотрим, как оно выдержит данное напряжение 350 400 Вольт Реле пока работает Ни запаха, ни дыма нет Здесь у нас 402 даже Вольта Ну, давайте посмотрим Подождем немножко Итак, прошло 20 минут У реле, естественно, продолжает работать Не задымилось Ничего не оплавилось Не сгорело вроде как Единственное, что заметил по корпусу Вот здесь вот, в нижней части Очень сильно оно нагрелось Даже вот здесь вот ближе С этой стороны чуть меньше Но тепловизор не взял Так бы, конечно, интересно посмотреть Температуру Но, в принципе, не Не суть важна Главное, что реле выдерживает Длительное время Ну, относительно длительное время 400 Вольт Сейчас вернем напряжение обратно в норму Оп Все, то есть реле вернулось на Нормальный режим То есть вот горит желтый светодиод Давайте сделаем понижение напряжения Вот сейчас вот 200 Оп То есть вот горит сейчас уже Индикатор понижения напряжения То есть реле сохранило свою работоспособность При 400 Вольтах Замечательно Реле напряжения РВ 5А Имеет максимальный ток 5 А Естественно, что для современных нужд Это очень мало А поэтому с помощью данного реле Можно управлять Контактором Уже с необходимым номинальным током Вот в данном примере я использовал Контактор с номинальным током 63 А Естественно, что реле контролирует у нас напряжение А затем своими контактами управляет катушкой контактора Ну и контактор в свою очередь срабатывает Либо отключается Тем самым коммутируя уже более силовую нагрузку Я здесь добавил автомат защиты цепей управления Так называемый Это у нас контакт нашего реле И сама катушка контактора Для силовой цепи используется уже свой отдельный автомат После которого подключается уже наш контактор Ну и здесь я его не стал показывать В общем, также приходит фаза 0 у нас на Выводы L и N Это у нас чисто контроль напряжения Дальше фаза берется у нас на наш автомат Через автомат фаза идет на На общий вывод переключающего контакта 11-14 это у нас нормально открытый контакт А 11-12 нормально закрытый контакт В данном случае реле у нас отключено То у нас значит 11-12 контакт замкнут 11-14 контакт разомкнут Когда мы сейчас я подам напряжение Вот подам напряжение у нас загорелся желтый светодиод И у нас переключился контакт Теперь у нас замкнулся 11-14 Естественно, что эта фаза у нас проходит через автомат И проходит через наш замкнувшийся контакт И с 14-го вывода у нас идет на катушку контактора В данном случае вывод А2 Ну и естественно второй вывод катушки мы подключаем на 0 0 я взял прям с этой же клеммы N Куда у меня приходит 0 нашей сети Вот как видите, сейчас напряжение у нас в норме И контакты у нас замкнут Теперь я буду снижать напряжение Плавно Напомню, что уставка у нас 185 Вот реле у нас сработало Вот горит индикатор соответствующий Ну и как видите, контакты у нас отпал Вот вернул обратно В номинал напряжения Так, а теперь мы добавим выдержку времени Ну поставим примерно там 5 секунд И добавим снова напряжение Оп, видите заморгал желтый То есть напряжение превышено И пошел отчет выдержки времени То есть как только замигал желтый светодиод Это пошла уже выдержка времени Ну при этом уже видно, что горит красный индикатор Напряжение превышено Ну я бы рекомендовал Ставить здесь самую минимальную выдержку времени 0,1 секунду Регулятор выдержки времени Он действует только на срабатывание реле То есть при превышении или понижении напряжения При нормализации напряжения Как только То есть реле сразу переключает свои контакты То есть Никакой выдержки нет Раз реле сработало Раз нормализовалось Тут же опять включило нагрузку Опять сработало Опять включило нагрузку И чтобы не было таких скачков Можно было бы установить выдержку времени При восстановлении питания Было бы очень хорошо Причем какую-нибудь выдержку такую длительную Там от минуты до 5 минут До 7 минут например Как вариант Ну это уже как говорится На усмотрение производителя Навряд ли они это будут делать Потому что реле уже давно находится На производстве В серии В продаже Поэтому уже как есть Так и есть Есть еще вариант Который сейчас пришел в голову Давайте поднимем напряжение До 440 вольт Вот уже 400 вольт навел Сейчас Объясню почему Номинальное напряжение у нас составляет 400 вольт А предельно допустимое напряжение Согласно ГОСТа Допускает плюс-минус 10% Естественно что предел у нас получается От 360 до 440 вольт Сделаем 440 вольт Вот навел Вот 443 вольта Пошел дым Вот здесь реле не выдержало уже Видите дым пошел Только что отключилось Только что Вот напряжение 440 вольт А вот здесь уже предел возможности реле Причем прошло ну минуты 2-3 максимум Только еще хотел взять фотоаппарат Снимать продолжение Как вот все Реле вышло из строя Вот так вот Интересно Интересно Какие выводы можно сделать на основании Проведенного эксперимента Все вроде работает Вроде все исправно Вроде все хорошо И превышение напряжения И понижение напряжения Все отлично И контактор подключили Все управляется Все работает И 400 вольт Выдержало 20 минут Вообще без нареканий Поднял напряжение Буквально еще на 10% От номинального Причем как того требует ГОСТ Реле Видимо было рассчитано Только на 400 вольт И при 440 вольтах Вышло из строя Как я удачно Ну хотя бы немножко заснял Пошел такой треск неприятный Я сразу же взял фотоаппарат И в общем запечатлел Только уже сгоревшее реле И немножко дыма Ну в принципе Вывод какой Вывод я делаю очевидный Реле у нас Не годно к эксплуатации В наших сетях Потому что в случае С обрывом нуля в трехвазной сети И линейном напряжении 440 вольт А такое бывает И достаточно часто Оно у вас вот выйдет из строя То есть оно у вас Конечно же отключит нагрузку Защитит потребителей всех Ваши приборы Технику Оно отработает безупречно Но при этом оно само выйдет из строя Причем стоимость этого реле Ну пусть будет допустим 1000 рублей Не знаю еще не смотрел Надо на это эми глянуть В общем ну даже 1000 рублей А если у вас такие просадки Такие скачки напряжения Бывают не один раз Там за сезон Да могут быть Мало ли какая у вас Какое у вас состояние электропроводки Тут сегодня ноль оборвался Завтра электрик перепутал фазу с нулем И подал на квартиры Фаза фаза Без конца же в новостях Показывают такие истории И ситуации И что вы каждый раз будете менять реле Ну не знаю Как-то накладно выходит Да получается накладненько Поэтому проще уже наверное Поставить и выбрать И поставить качественное реле Которое будет выдерживать И 440 И 460 вольт И все 500 вольт А такие реле есть И я вам в дальнейших экспериментах Это все покажу Ну коль реле у нас сгорело То давайте и посмотрим Что Из чего оно состоит Какой модуль вышел из строя Разобрал реле Так аккуратненько Она состоит из двух половинок Так это у нас две защелки И лицевая панелька Ну а вот сама плата Здесь я как бы ничего не вижу Прям таких сгоревших элементов За исключением вот Этого ограничительного резистора Вот он видите Треснул здесь То есть именно Вся проблема Это в напряжении В рассчитанном напряжении питания Ну конденсатор холодненький Вот под ним видно Нагар Не знаю как он Но видно подчернение немножко И Треснутый корпус Здесь хотел бы отметить Что хоть и указано На реле Максимальный ток 5 ампер А вот встроенное реле Да Установлено внутри реле Имеет Номинальный ток 10 ампер То есть С некоторым запасом Это очень Конечно же хорошо Это у нас подстроечные резисторы На уставку Ну это основная микросхема Микропроцессор Ну вот как видите Оказалось Брат-близнец Не выдержал Такое напряжение А вот сейчас я задумался А выдержит ли у нас ОРВ-2 ОТЭК Такой уровень напряжения Но этот вопрос я рассмотрю Уже как-нибудь в другой раз Если вам интересна тема С аналогичными экспериментами И мне стоит продолжать Уже с другими типами реле То дайте мне об этом знать В комментариях Ну и если вам опять-таки Понравилось данное видео Обязательно ставьте лайки Обязательно подписывайтесь на канал Впереди Помимо экспериментов Будет еще много Всего интересного Ну а с вами как всегда Был Дмитрий Автор канала Заметки Электрика До новых встреч